Познавательное начало года. Некоторые барнаульцы провели Рождество в музее. Гадание насуженного, история праздника и даже создание своими руками вифлеемской звезды, главный символ Рождества. Она воцарилась над домом с Девой Марией и Христом. Взрослых и детей знакомили с традициями праздника. Мы рассказываем детям о том, как люди готовились к Рождеству, как соблюдали пост, обязательно посвящали церковное богослужение. Они знакомятся с текстом рождественского тропаря. Мы читаем его по-церковно-славянски, мы слушаем его в церковном исполнении, знакомимся с текстами колядок. Для православных традиционные обычаи за неделю до Рождества принимать преимущественно постную еду или не есть до появления первой вечерней звезды. Она напоминает о рождении Иисуса Христа. Однако звезду стоит искать не на небе, а в церкви в виде свечи. Помогают трактовать обычаи священнослужители. Свечу выносят во время богослужения от звезды и до воды. Именно эту фразу православные христиане именуют в Рождество. Людно в этот день и в православных храмах. Литургия, естественно, это служба, которая совершается ради причастия, когда люди причащаются с тела и крови Христовой. Ну вот, собственно говоря, мы с вами этому и были свидетелями, когда происходило причащение. По словам священнослужителей и работников музея, традиции Рождества и сегодня волнуют семьи. И как всеобщей радости проявляет интерес к празднику и взрослые, и дети, и молодые люди. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком. День с толком.